Каждый месяц мы обсуждаем перспективы развития рынка труда Самарской области с экспертами Министерства труда, занятости и миграционной политики Самарской области и Департамента по управлению персоналом и кадровой политики аппарата администрации городского округа Самара. Вы смотрите программу «Самарская среда». Меня зовут Ян Налимов. Здравствуйте. В каком возрасте нужно начинать рассказывать детям об охране труда? Кто отвечает за безопасность подростков на рабочем месте? Как в Самарской губернии информируют подрастающее поколение о вопросах безопасного труда? В нашей студии Екатерина Карпухина, консультант управления охраны труда Департамента условий и охраны труда Министерства труда, занятости и миграционной политики Самарской области и Дмитрий Васюхин, консультант отдела охраны труда Департамента по управлению персоналом и кадровой политики аппарата администрации городского округа Самары. Екатерина Александровна, Дмитрий Владимирович, добрый вечер. Рад вас видеть. И, наверное, вопрос такой, может быть, даже философский, касающийся всех родителей, всех взрослых людей, соответственно, их детей. Все мы начинаем готовить своих детей ко взрослой жизни, вот в том или ином возрасте. На ваш взгляд, когда наиболее эффективно, когда наиболее правильно начинать рассказывать своему ребенку об охране труда? Ну, если говорить о времени, когда начинать, то чем раньше, конечно, тем лучше. Потому что многие молодые люди, девушки, они вступают в трудовые отношения в довольно раннем возрасте. Уже практически в 14 лет, получая паспорт, многие задумываются о начале своей трудовой деятельности, трудовой карьеры. Но нужно понимать, что 14 лет – это не самый ранний возраст, потому что мы с вами можем наблюдать и детей актеров, детей спортсменов, которые, собственно, они тоже зарабатывают. Детей цирковых актеров. Цирковых артистов, совершенно верно. Они уже начинают работать буквально, ну, с самого, некоторые даже с младенческого возраста, тоже такие. Ну, пример, опять-таки, 17 на вене весны, помните, и там с младенцами снимались. Вот, они тоже фактически уже актеры. Поэтому чем раньше мы начнем с вами рассказывать молодым людям, девушкам о том, какие у них есть права, какие у них есть обязанности с точки зрения охраны труда, то это будет, конечно, лучше. И, кстати, нужно вот еще раз подчеркнуть, что, в принципе, в 14 лет человек, получив паспорт, вполне уже может работать, но в условиях определенных ограничений. Совершенно верно. Трудовым кодексом Российской Федерации и другими нормативно-правными актами у нас с вами довольно сильно регулируются эти самые вопросы. То есть, где может работать несовершеннолетний гражданин, есть довольно существенные ограничения. Допустим, на подземных работах категорически запрещается, на работах с вредными и опасными условиями труда. Да, вот давайте перечислим подробно тогда, вот что категорически запрещено подростку, что, ну, скажем так, не рекомендуется. Ну, у нас, в частности, есть такая категория, как вредные работы. Это те, кто по результатам специальной оценки условий труда у нас устанавливается класс вредности. То есть, сразу мы несовершеннолетних из этих работ исключаем автоматически. Причем, это могут быть, ну, интуитивно понятные работы, такие как сварщик, верхолаз, то есть, высотники. Иногда даже офисные работы у нас тоже могут относиться к категории вредности, ну, в зависимости от того, какие условия у них труда на рабочем месте. То есть, конкретно очертить вот именно эти профессии и все мы с вами, соответственно, не можем. Итак, вредные профессии мы, соответственно, исключили. Опасные профессии мы тоже с вами автоматически исключаем. Опасные – это что имеется в виду? Ну, опасные – это та же самая высота. Это у нас считается уже априори опасным. Работа с взрывчатыми веществами, огнеопасными веществами тоже у нас априори считается. То есть, ну, и таких работ тоже довольно-таки большое количество. То есть, там, где травма может быть и так далее? Ну, травмы мы с вами не застрахованы в принципе. То есть, травму можно получить иногда, поднимаясь и спускаясь по лестнице, уже можем получить травму. Ну, вот такие работы с опасностью и с вредностью мы с вами исключаем автоматически. Далее сюда можно отнести работы, которые могут нанести вред не только физическому развитию ребенка, но и нравственному. Различные игровые клубы, различные развлекательные учреждения, работающие в ночное время. Мы тоже их исключаем. Точки по продаже – табачные, алкогольные продукции, наркосодержащие продукции. То есть, когда мы ребятам рассказываем о том, что нельзя работать в таких местах, а старшим разве можно, мы должны понимать, что наркосодержащие препараты у нас продают еще и аптеки. Там тоже есть определенный процент, соответственно, таких препаратов. То есть, в аптеках автоматически у нас несовершеннолетние тоже не могут работать, потому что тут есть такой доступ к этим препаратам. Ну, перечень, как я говорю, уже довольно большой. Кто отвечает за безопасность подростков на рабочем месте? Вот тогда главный такой вопрос. Ну, в принципе, здесь отличий от взрослых не так много. В любом случае, вступая в трудовые отношения, за безопасность работников у нас отвечает работодатель. Несовершеннолетний гражданин, он тоже работник, он тоже вступает в трудовые отношения, подписывает такой же трудовой договор. Но единственное, что с несовершеннолетними там немножко все сложнее, в плане того, что должны давать разрешение соцслужбы, должны давать разрешение родители. То есть сам несовершеннолетний прийти к работодателю и без согласования, соответственно, с этими органами и с родителями он ни в коем случае не может. Потому что, опять-таки, он не может полностью отдавать себе отчет, насколько это безопасно для него. А так, в целом, конечно, несет работодатель. Ну, и в любом случае, руководитель непосредственно, за кем закрепит у нас этого несовершеннолетнего гражданина, тоже будет нести соответствующую ответственность то, что за ним закрепит его руководитель. Так, кстати, важный момент. Да, пожалуйста. Своих сторон, я хотела бы отметить, что в Самарской области, в каждом муниципальном образовании, районе, либо городском округе есть центры занятых населения, которые подведомственны в Министерстве труда. И, обратившись в такие центры, родители с детьми получат список документов, которые необходимы для принятия 14-летнего ребенка, скажем так, на работу. Это все будет юридически оформлено верно, все будет правильно, все будет в рамках трудового законодательства. Единственное, для этого нужно обратиться в Центр занятых населения своего муниципального образования. Список этих центров, их адреса и телефоны есть на официальном сайте Министерства. Прийти туда, собрать необходимые документы. И такая возможность очень популярна, особенно в летнее время. Возможно, кому-то захочется заранее подготовиться к следующим каникулам. Так что Центр занятых населения оказывает такую услугу для именно подбора работы для несовершеннолетних ребят. А они там, кстати, подсказывают тогда, уж раз мы начали об этом говорить, и какие есть вакансии и где? Для детей, конечно, да. То есть у них есть список вакансий, на которые можно отправить своего 14-летнего ребенка и более, 14-15-16 лет. Больше того, мы даже рекомендуем использовать такие службы, как Центр занятости, и также есть у нас в городе Самара наше подъемственное учреждение, Младежный центр Самарский. Всем несовершеннолетним гражданам мы рекомендуем, конечно, пользоваться их услугами. Почему? Ну, во-первых, там проверенный работодатель. Вот это самый важный адакт. Совершенно верно. Которые, во-первых, не обманут с деньгами, во-вторых, условия труда на этих рабочих местах, опять-таки, будут нормальными. То есть эти службы, специалисты этих служб, мы, конечно, не отправят на потенциальные, вредные, опасные работы несовершеннолетних граждан. Там люди очень ответственные. Ну, и, конечно, мы должны упомянуть о том, что не обязательно в каникулярный период у нас несовершеннолетние работают. Некоторые работают и еще во время учебы. Это касается и старших классов, школьников, это касается и студентов, в том числе, различных средних учебных заведений. Но при этом мы должны помнить, что нагрузка во время учебного года у них должна быть наполовину меньше, то есть 50% разрешенного им времени. У нас по каждому возрасту есть определенные границы. Сколько ребенок, назовем его так, потому что 14 лет, это все-таки дети еще, поэтому сколько ребенка можно работать при достижении определенного возраста. А сколько ребенку можно работать при достижении определенного возраста? А там у нас идет градация. Сколько 12, сколько 14, сколько 15, 16. У нас целая градация в трудовом кодексе, она, соответственно, есть. Насколько я помню, там, по-моему, процентов 50 в 14 лет можно, то есть не больше 4 часов в день. Да, да, совершенно верно. И при всем при этом, если речь идет у нас с вами о учебном годе, то есть он после школы где-то работает, то эта продолжительность должна еще на 50% быть уменьшена. То есть ребенку, условно говоря, сейчас вот моделируем ситуацию, подростку 14 лет, он учится, и он хочет подработать, то, соответственно, он может работать 2 часа в день. Да. То есть, условно говоря, себе потихонечку на сотовый телефон там зарабатывать вот таким образом. Вполне себе возможно. Ну, кстати, в принципе, наверное, это даже и можно, и нужно, и правильно, потому что это, а, формирует правильное отношение к жизни, это формирует навыки, и, ну, человек становится взрослым вообще. Финансовая грамотность с этого начинается. Да, кстати, финансовая грамотность. Такой вопрос, а трудовую он тоже получит? В обязательном порядке на первом своем рабочем месте работодатель обязан, ну, если ребенок приходит, любой гражданин приходит на первое свое рабочее место, работодатель в обязательном порядке оформляет ему трудовую книжку. Более того, если у человека, поступающего на первое свое рабочее место, нету СНИЛС, ну, такие случаи тоже бывают, он обязан, соответственно, поспособствовать и в оформлении СНИЛСа. Соответственно, у него уже пойдет трудовой стаж, у него уже начинаются вот отчисления пенсионные, отчеты и так далее, далее, далее. Здесь это тоже очень немаловажный, на самом деле, момент. Просто я почему спросил по поводу трудовой книжки, ведь его могут оформить по трудовому договору, но это в любом случае, даже если по трудовому договору... Не взаимоисключающие вещи. То есть это одно другого не исключает? Совершенно верно. И трудовая книжка у нас необходима, и трудовой договор в обязательном порядке необходим. Причем трудовой договор – это основополагающий документ оформления трудовых отношений между работником и работодателем. К нам неоднократно обращаются люди с жалобой на своих работодателей, что вот нас обманули с деньгами, обещали на словах одну сумму, соответственно, заплатили меньше. Когда начинаем разбираться, ну, так в трудовом договоре у вас именно эта сумма и обозначена, какую вам реально заплатили. Поэтому доказать это бывает довольно-таки сложно. Еще важность оформления трудовых отношений у нас возникает, когда происходит несчастный случай на производстве. Случилась травма. Опять-таки, если у нас после травмы, соответственно, идет больничный лист, если у нас идет обычный больничный лист по заболеванию, то там идет, учитывается стаж, сколько человек отработал. То есть не обязательно 100% ему будет оплачен. То есть, если речь у нас идет о травме и больничный лист после несчастного случая на производстве, в обязательном порядке идет оплата 100%. Тоже бывает очень важно. Я почему еще, возвращаясь к договору, ведь есть же еще договор подряда, могут ведь с несовершеннолетним заключить договор подряда. И тогда тоже все равно трудовая книжка. Правильно я понимаю? Ну, тут довольно-таки сложно. Сложная ситуация. Сама по себе оформление гражданского права договоров, эта штука у нас не регулируется трудовыми отношениями, потому что здесь, по сути, работодатель, ну, то есть человек, который заказывает услугу, по сути, он несет никакой ответственности за самого работника. То есть это другая вообще история, соответственно? Совершенно верно. Он к трудовым отношениям не имеет отношения. То есть, по сути, работодатель, ну, его в данном случае работодатель будет не совсем правильно называть. Это даже не совсем работодатель, я понял. Да, совершенно верно. Ну, вот как мы идем в магазин, приобретаем какой-то товар. У нас, соответственно, ну, не несет за нас ответственности директор магазина, ну, кроме того, что он должен продать качественный товар. То же самое у нас с гражданскими правами отношениями. Сторона, которая заказывает услугу, она определяет сроки, объемы, ну, и устанавливает, сколько она готова за это платить. Вторая сторона, соответственно, соглашается на выполнение этой самой работы. Вот. Ясно. Давайте перейдем к самому важному вопросу. Это вопрос безопасного труда несовершеннолетних. Вот в Самарской губернии как информирует подрастающее поколение о вопросах безопасного труда? Ну, я хотела бы рассказать про наш министерский самарский конкурс детский, областной. Он стартовал в 2012 году. Был он тогда проведен только для учеников средних и старших классов. Это были только рисунки. Вот. Но со временем конкурс трансформировался, расширился. Теперь он охватывает все возрастные категории школьные. Я про школьников сейчас говорю. Это младшие классы, средние классы, старшие классы. И количество номинаций у нас расширилось. Если раньше это были только рисунки, то теперь младшие классы у нас выступают в номинации творческие проекты. Ну, или поделки, проще говоря. Также дети рисуют рисунки на тему безопасного труда. А старшеклассники у нас занимаются производством видеороликов или написанием эссе. Вот. Конкурс трансформировался, еще раз скажу, вырос. И в данный момент каждый год, из года в год, мы немножечко меняем положение, дабы оно было более схоже с положениями международных конкурсов. Потому что мы направляем рисунки наших победителей дальше. То есть это международные конкурсы. Вот в этом году, к примеру, рисунки наших победителей были отправлены в Кемеровскую область. Там проходит международный конкурс «Охрана труда глазами детей». Также в городе Москва проходит выставка «Биот» ежегодно. В этом году это 25-я выставка. И в рамках этой выставки также проходит конкурс. И наши самарские ребята принимают участие и в этих конкурсах. Конкурс в этом году у нас уже девятый по счету. Проходит он в три этапа. Первый этап начнется буквально с понедельника. Будет он проходить до 31 января. Первый этап проходит в школах нашего региона. Затем второй этап, он территориальный. То есть в каждом муниципальном образовании собираются все работы ребят с тех школ, которые в этом муниципальном образовании находятся, выбираются лучшие. И направляется на третий областной этап к нам в министерство. У нас самый сложный этап, поскольку нам приходится отбирать очень интересные работы. Их много. Выбрать надо только лучшие. Для этого министерство образует конкурсную комиссию, в состав которой входят представители самого Министерства труда. Министерство образования и науки обязательно с нами входит в эту комиссию. Также Министерство культуры. Государственная инспекция наша самарская. Представители обязательно мы их приглашаем. И представители с Федерации профсоюзов Самарской области. И вот собравшись все вместе, мы отбираем победителей. Первое, второе, третье место. В результате эти дети награждаются дипломами победителей. А все остальные, которые, к сожалению, не добрали необходимое количество баллов, они награждаются сертификатами участников. Кроме того, педагоги, под чьим руководством были заняты первые, вторые и третьи места, награждаются благодарственными письмами Министерства образования и науки Самарской области. Педагоги также поощряются. Еще хотелось бы сказать о том, что опыт проведения нашего конкурса был взят на карандаш, скажем так, Министерством труда Российской Федерации. И рекомендован для проведения в других субъектах Российской Федерации. А почему, кстати, вот так? Потому что это очень интересно. Потому что данный конкурс, он привлекает внимание общественности к вопросам охраны труда. Дети вместе с родителями, вместе с педагогами, или, например, как старшеклассники, совместно друг с другом обсуждают вопросы безопасности труда. Это достаточно злободневно. И ребята в процессе производства рисунков, поделок, написания эссе или изготовления видеороликов начинают задумываться о том, о кем они хотят стать, а как себя обезопасить в той профессии, в которой они себя видят. Ну, плюс, конечно же, я думаю, очень много советов дают им родители, потому что много поделков и рисунков с названием «Мой папа пожарный», «Моя мама врач». Вот, в последние два года злободневная тема была у нас с врачами, со средствами медицинальной защиты, которые они используют при борьбе с новой коронавирусной инфекцией. Так что, со всех сторон дети впитывают информацию о том, как сделать свой дальнейший труд безопасным. А, кстати, а как дети относятся вообще вот к труду? Знаете, такой вопрос, ну, тоже, может быть, не совсем касающийся этой темы, ну, тоже имея касающиеся. Вот вы же наблюдаете, вообще им интересна эта тема, труд и работа? Я хочу сказать, что с каждым годом качество тех же поделок, рисунков, видеороликов растет. Мы это видим, нам с каждым годом все труднее и труднее выбирать лучших. Это говорит о том, что эта тема интересна, в нее вкладывается душа, много стараний. Опять же, привлекаются родители наверняка, потому что мы видим, что помогают, да, помогают родители, помогают учителя. Но в современном, опять же, в современный момент социализация, она тоже очень важна, потому что сейчас многие сидят на удаленке, многие работают с дистанционной, и вот это вот общение, оно становится еще более важным. Тем более, вот при помощи такой важной темы, как охрана труда. Дмитрий Владимирович, вот город у нас как информирует подрастающее поколение о вопросах безопасного труда? У нас проводятся специальные мероприятия, то есть мы выезжаем в школы, проводим там специальные открытые уроки, где мы в течение целого урока беседуем с ребятами о том, что они должны знать, разбираем конкретные ситуации, которые могут возникать на рабочем месте, обсуждаем их права, обсуждаем их обязанности, приводим, так скажем, красноречивые примеры того, что происходило с их сверстниками. Ну, все это делается, конечно, в неформальной манере, потому что молодое поколение не склонно воспринимать такой менторский тон. Ну, конечно, то их всех построить, строим и рассказывать. Поэтому мы стараемся делать это с использованием различных видеороликов, различных фотографий опять с рабочих мест. Замечательная помощь нам в этом оказывает еще и мультипликация современная. Ну, допустим, мы используем отрывок из известного популярного мультсериала «Маша и Медведь». Серия «Ремонт», где мы с ребятами в том числе разбираем, что же нарушили, какие требования техники безопасности охраны труда нарушают «Медведь» и «Маша», когда они проводят те или иные работы. И первое время ребята не очень вовлекаются. Когда им начинаешь показывать, вот здесь не так, то к концу занятия они уже очень вовлечены, они сами пытаются находить. И даже для нас, опытных специалистов, они открывают нам глаза на то, что мы ранее не замечали. Уважаемые гости, есть такой конкурс, называется «Воллскилз». Хорошо вам известный, наверняка. Вот он как в эту программу включается каким-то образом? Рано. Мы ведем тоже активную работу не только со школьниками, но мы не оставляем их, когда они становятся более старше, и поступают в средние и высшие учебные заведения. Поэтому там тоже работа проводится довольно активная. С некоторыми учебными заведениями мы также, соответственно, выезжаем и рассказываем ребятам, напоминаем им о требованиях безопасности. И это очень сильно пригождается им, когда они участвуют в больших мероприятиях. Ну, в частности, как вы упомянули, конкурс «Воллскилз». У нас это мероприятие на территории Самарской области проводится довольно-таки давно. Уже порядка 10 лет наш регион вовлечен в это самое движение. Я считаю, что оно замечательное. Это позволяет у нас привлечь большее внимание и повысить престижность именно рабочих профессий, на которых у нас, собственно говоря, и строится экономика. И важным критерием опять при проведении этого самого конкурса «Воллскилз» является безопасность. У нас несколько лет назад проводился финал Павловского этапа всероссийского конкурса «Воллскилз». И, насколько мы видели, судьи снимали даже баллы за то, что участники не соблюдают технику безопасности. Но вот если бы они прислушивались, соответственно, к нашим советам, соблюдая технику безопасности, то, возможно, они и стали бы победителями этих самых конкурсов. И тогда еще один важнейший вопрос. Вот все, что вы рассказали, это хорошо. А в практической плоскости как ситуация выглядит? На сегодняшний день какова ситуация с травмами подростков на рабочем месте и несовершеннолетних? В Министерстве труда проводят анализ производственного травматизма, в частности, смертельного производственного травматизма. Но я могу сказать с уверенностью, что за последние пять, а то и более лет, смертельных случаев с несовершеннолетними на территории Самарской области не было. Слава Богу, не было. Смертельных, я хочу больше сказать, тяжелые тоже случаи не случаются. Что такое тяжелые? Смертельный случай. Смертельный, тяжелый, но это с потерей частичной трудоспособности. То есть, ну, когда человек остается жив, но тем не менее он получает травмы. То есть инвалидность, если переводить на простой русский язык для зрителей. Не во всех случаях. Не во всех случаях, но серьезная травма. Травма довольно серьезная, которая в прошествии времени опять-таки может оказать серьезное влияние на состояние его здоровья. Этого тоже не было? Не было, не было. То есть в Самарской области с производственным травматизмом несовершеннолетних все... Более-менее неплохо, скажем так. Да, ну потому что опять-таки... А какие случаи были? И несовершеннолетние, опять-таки, относятся более внимательно и к выбору своего работодателя. Ну и с работодателями, конечно, тоже проводится определенная работа. Мы их собираем на семинары. Особенно перед первым сентября рассказываем о том, опять-таки. И перед летними каникулами тоже собираем некоторых работодателей. Работодатели – это те, которые у нас зарегистрированы в центре занятости, которые подают заявки на трудоустройство несовершеннолетних, а также те, которые у нас зарегистрированы в Молодежном центре Самарским. То есть мы тоже всякий раз напоминаем им о том, что придут к вам молодые люди, девушки, ребята придут несовершеннолетние. Как именно вам с чего начинать работу? Ну, потому что эффект замыливания глаза, я думаю, что он в любой абсолютно организации, любого специалиста может быть. Поэтому повторением отечения мы всегда на страже безопасности. Ну и, соответственно, это и приводит вот к тем результатам, о которых вы сейчас говорили. То есть ни одного, к счастью, смертельного случая, ни одного… Тяжелого. Тяжелого случая. То есть те травмы, которые возникают, это, скажем так, какие-то… Ушибы. Легкие. Да, да. Небольшие ссадины же. Ну, это то, от чего не застрахован любой. Как я уже говорил, по лестнице поднимаясь, спускаясь, можно оступиться. Вот. Но опять-таки тут важно знать, как оступиться. Перелом – это уже тяжелая травма, да. Но ушиб – это легкое, будет считаться. Ну что ж, уважаемые гости, большое спасибо за интересную содержательную беседу. Я надеюсь, что вот то, что вы сейчас рассказали, будет полезно нашим зрителям и будет полезно их детям и подросткам, что они в процессе работы не будут получать даже легких травм, то есть будут стараться избегать даже ушибов, даже ссадин, даже каких-то царапин, не говоря уже о чем-то более тяжелом. Потому что, с другой стороны, без работы нам никому нельзя оставаться. Это, собственно, самое важное в нашей жизни. И я надеюсь, что мы с вами увидимся еще вновь и мы обсудим, как развивается ситуация с безопасностью труда в Самарской губернии. В нашей студии были Екатерина Карпухина, консультант управления отдела охраны труда Департамента условий и охраны труда Министерства труда занятости и миграционной политики Самарской области, и Дмитрий Васюхин, консультант отдела охраны труда Департамента по управлению персоналом и кадровой политики аппарата администрации городского округа Самара. Берегите себя, берегите ваших близких. Всего вам доброго. До свидания. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»